Последний год я работал преподавателем в онлайн-школе. Кроме этого, уже на протяжении трех лет я являюсь ментором и провожу индивидуальные консультации по 3D. Это был безумно интересный опыт, о котором я хочу рассказать в этом видео и заодно поставить некую точку. Дело в том, что недавно я решил уволиться из школы, а консультации хоть и продолжаю проводить, но новых людей уже не беру. Так что не волнуйтесь, в этом видео я не буду пытаться впарить вам свои супер важные и нужные услуги. Вместо этого я расскажу, как пришел к этому, поделюсь своим опытом и мыслями о том, кому такой формат обучения подходит, а кому нет. И да, из-за тематики ролика вам на протяжении всего видео может казаться, что вот-вот будет интеграция, но ее не будет. Ну а чтобы вы все видео не смотрели на этом, я предлагаю смотреть на это. Это модель по концепту Ксении, ссылка на автора, как всегда, в описании, а процесс работы на ваших экранах. До того, как я начал вести YouTube-канал, у меня было не так много опытов 3D. Я уже подрабатывал, но навыков было мало. И на удивление, когда я начал снимать видео на эту тему, они получили большой отклик. Дело в том, что на тот момент еще не было такого количества всевозможных онлайн-школ, курсов и рекламных интеграций, где вам так невзначай предлагают изучить новую профессию. Для широкого зрителя процесс создания 3D-моделей был чем-то совершенно новым и непонятным, что побудило меня и дальше рассказывать об этом простым языком, попутно изучая что-то новое самостоятельно. Уже тогда появилась пара человек, которые хотели научиться тому, что знаю я, и попросили провести с ними платные занятия. Конечно, мне это было интересно, даже не столько из-за денег, сколько из-за опыта. В целом все шло неплохо, но через несколько месяцев я сам предложил приостановить обучение, так как в какой-то момент мне стало не очень комфортно. Это были классические ситуации, когда буквально за 5 минут до созвона тебе пишут «Ой, а я забыла, а я уехала, а я ничего не сделала». И это было странно, поскольку люди сами регулярно просили меня назначить занятия, переводили наперед деньги и сами же его срывали. Конечно, ситуации бывают разные, но это происходило именно что регулярно. Пожалуй, последней каплей для меня стал момент, когда во время созвона в комнату девушки ворвалась ее мама. С пылесосом в руках и, так скажем, матом на устах. Причем она знала, что ее дочь сейчас учится, но это не помешало ей на протяжении 15 минут пылесосить комнату и люто материться. Конечно, я ни в коем случае не виню в этой ситуации саму девушку. На самом деле это очень печально, что ей приходилось жить в такой атмосфере. Другая девушка однажды резко оборвала наш созвон, позднее объяснив это тем, что домой вернулся ее молодой человек. И, как оказалось, наши созвоны она держала в тайне от него, поскольку он запрещал ей общаться с парнями. Абсурд? Абсурд. Но, опять же, девушка не виновата, ситуация страшная. Больше всего меня беспокоило то, что наши созвоны регулярно срывались. Если занятия все-таки происходили, то девушки постоянно на что-то отвлекались. Ничего не делали самостоятельно, и в целом им это все как будто бы вовсе не было нужно. Возможно, именно произошедшие инциденты и объясняли их рассеянность. Но, повторюсь, ключевым тут стало то, что из-за этого я начал чувствовать сильнейший дискомфорт. Все-таки их личная жизнь – это не моя ответственность. Мы общались исключительно в рамках занятий, а они начали казаться мне не то, что неэффективными, скорее даже деструктивными. В конце концов, кто знает, что абьюзивный чувак сделает со своей девушкой, если узнает, что та втайне от него общается с каким-то парнем. Да еще и за деньги. Не говоря уже о том, что я могу ожидать от него уже в свою сторону. После этих ситуаций года на полтора я оставил мысли о подобной деятельности. Однако за это время я много общался с людьми на стримах и в личных сообщениях. Многие спрашивали, с чего им начать, уточнили какие-то технические моменты, просили фидбэка и так далее. Тогда я снова вернулся к идее индивидуальных консультаций. У меня появилось больше опыта и выросла аудитория, у которой сформировался некий запрос. Я объявил о наборе желающих, и их оказалось какое-то невероятное количество. В основном это также были новички, которых интересовали базовые вопросы. Тем не менее, перед созвоном мы обязательно обговаривали их заранее, для того, чтобы я понимал, что это в моей компетенции и, возможно, подготовил какие-то материалы. Помимо разовых консультаций, я также предложил вариант полноценного менторства. Оно включало в себя изучение ZBrush, некоторых дополнительных программ и сопровождение модели по полному пайплайну. И это было моей ошибкой. Чтобы лучше понять, что такое менторство, чем оно отличается от обучения в онлайн-школах и кому, в принципе, подходит подобный формат, я попросил поделиться своим мнением двух художников, с которыми мы активно работаем уже долгое время. Когда мы только начали, Катя уже работала по направлению, а Дима только начинал свой путь. Это люди с абсолютно разным опытом. И мне кажется, что на их примере получится лучше раскрыть эту тему. Привет, меня зовут Катя. По образованию я художник-принтист. И уже более пяти лет я занимаюсь 3D. На данный момент я работаю в игровой студии 3D-моделлером. И создание персонажей является скорее моим хобби, которому я посвящаю всё свободное время. Мне всегда нравилось рассматривать персонажей что в играх, что в фильмах. Но всегда казалось, что их создают боги с каким-то огромным количеством лет опыта, что в 2D, что в 3D. И, в принципе, нужно было начинать заниматься примерно в прошлой жизни. Во времена ковида я решила, что пора изучить эту тему более основательно. И мне показалось, что не всё так страшно. Спойлер. Оказалось, всё гораздо хуже и страшнее. Всем привет. Меня зовут Дмитрий. Я начинающий 3D-художник по персонажам. Я обучаюсь у Юры уже на протяжении примерно полугода. Но если говорить в целом про мой опыт, то он длится уже на протяжении, наверное, примерно двух лет. Я пытался начинать самостоятельно. Я искал информацию в интернете, какие-то бесплатные уроки на Ютьюбе, то есть какие-то совсем основы. После этого я резко остановился и подумал, блин, а чем же мне дальше-то заниматься? Что мне делать? Куда мне направляться? Вот я вроде изучил эти кисточки, вроде у меня что-то лепится. А что дальше? И самостоятельно ответа на этот вопрос я найти не смог, поскольку у каждого художника подход был абсолютно разный. Я находил одного художника, смотрел, как работает он, что делает он. Но внезапно информация заканчивалась. Хотя чаще даже она просто обрывалась, потому что дальнейших видео автор не записывал. И я начинал искать информацию у других художников, а у них оказывался абсолютно другой подход. Абсолютно все было по-другому. И я, по большей части, просто начинал все изучать заново. Тогда мне пришла в голову мысль, что мне нужен ментор, мне нужен учитель. И как раз на тот момент один мой знакомый подсказал, где мне одного такого найти. У него был знакомый, который как раз был 3D-художником. В тот момент, примерно как раз это было года 2, наверное, назад, я впервые пошел на обучение к ментору. Однако обучение пошло не очень. То есть сам ментор не был персонажником, о чем он мне сразу заявил. Что он в целом знает, как их лепить, но он этим на постоянке не занимается. В принципе, хард-серфис по большей части у него вообще был. А у меня, с моей стороны, были проблемы в личной жизни. Была работа, которая отнимала у меня всю энергию. Я на тот момент работал на заводе. В целом, в какой-то момент я опять начал топтаться на месте. Не понимал, что мне нужно делать. Возможно, не получал достаточного фидбэка от ментора. И в какой-то момент я вообще забросил 3D. Позже я почувствовал, что вот все, я вроде как отдохнул, готов к новым свершениям. И снова начал заниматься самостоятельно. И в какой-то момент я снова понял, что, блин, ну самостоятельно я здесь сейчас опять буду топтаться на месте. Мне нужен учитель. Как вы понимаете, перед тем, как обратиться ко мне, у ребят уже был какой-то опыт. Это могла быть самостоятельная работа, обучение в онлайн-школах, либо же у других менторов. Иными словами, у них было сформировано четкое понимание того, что им не хватает чего-то конкретного. И именно это они хотели бы получить от нашей совместной работы. Однако, также откликнулось много людей без опыта в принципе. Некоторые максимум пару раз открывали какую-нибудь программу, делали тот же пончик и на этом все. У них не было четко сформированного запроса. Им просто нравилось 3D, нравился мой стиль, и они хотели научиться тому, что знаю я. В таком случае я предлагал следующий план. Первые пару созвонов мы посвящали работе в ZBrush, разбору базовых функций и принципам работы в программе. Затем мы выбирали какой-нибудь несложный концепт и начинали работу. При этом многие спрашивали, сколько будет стоить полное обучение и сколько времени на это потребуется. Я сразу говорил, что поскольку мы работаем индивидуально, количество занятий и регулярность их проведения зависит только от тебя. Да, мы разработаем некий план. Я постараюсь дать всю необходимую информацию и всегда буду готов помочь в решении тех или иных проблем. Но твой прогресс целиком зависит от регулярной самостоятельной практики. Если тебе нужен будет фидбэк или новые инструменты для решения текущей задачи, тогда мы можем договориться о следующем созвоне. При этом я всегда остаюсь на связи и оказываю помощь в переписке. Назначать созвоны условно раз в неделю я не вижу смысла, просто потому что за это время ты можешь не успеть выполнить задачу, а новых вопросов у тебя пока не появилось. Все-таки у каждого свой темп, тем более если совмещать это с работой или основной учебой. Как правило, всех подобный формат устраивал, однако я не учел один важный фактор. Если человек никогда раньше не занимался 3D, велик шанс того, что попробовав, он поймет, что ему это не нравится. Честно говоря, со всеми, с кем мы начинали заниматься с нуля, у нас не было больше 3-4 созвонов. Причем у некоторых был очень уверенный старт, но в какой-то момент люди просто исчезали. Может быть кому-то не понравилось конкретно взаимодействие со мной, хотя мы со всеми хорошо общались. Практически каждый давал обратную связь и она была положительной. С некоторыми мы списывались спустя какое-то время, и они говорили, что это оказалась не та сфера, в которой они хотят работать. У одних изменились приоритеты, у других просто не было возможности продолжить обучение. Но опять же, я допускаю, что кто-то остался разочарован, либо во мне, либо может быть даже в себе, поскольку ожидал чего-то иного. Тем временем с ребятами, у которых изначально был какой-то опыт, мы продолжаем созваниваться уже на протяжении 2-3 лет. Возможно, многие воспринимают менторство как альтернативу обучения в онлайн-школе, однако это совершенно разные вещи. В онлайн-школе вы работаете по готовой программе, которая предлагает в определенный срок получить конкретный результат. Менторство – это индивидуальная работа с ментором, то есть с наставником. Ментор не является преподавателем, у него нет методических материалов. Это консультант, который может оказать помощь в конкретных вопросах. Если вы совсем новичок, то, как правило, максимум, в чем вам поможет ментор, это подскажет, какие скиллы и софт актуальны в том или ином направлении, с чего начать, какие подходы при обучении использовать и так далее. В некоторых случаях, если у ментора был опыт разработки и ведения курсов, то он может использовать эти наработки при индивидуальных занятиях с вами. Тогда, да, ментор может предложить структурированный план обучения, который был обкатан уже не раз, подготовить список заданий и так далее. Однако, стоить такое обучение будет в разы дороже, нежели если бы вы получали ту же самую информацию в рамках какого-нибудь курса. Просто потому, что эти лекции будут читать не всему потоку, а лично вам. При этом, самым важным при обучении так или иначе остается ваша самостоятельная практика. В онлайн-школе вы ограничены по времени. Тут хочешь не хочешь, а для того, чтобы продолжить обучение и не потерять вложенные деньги, нужно все делать в срок. С одной стороны, это хорошо и нехило так мотивирует. С другой, если у вас и без того мало свободного времени, есть шанс перегореть. При работе с ментором таких ограничений нет. Но если у вас плохо с самодисциплиной, то никакой ментор вам не поможет. Ко мне не раз обращались по причине того, что людям не хватает терпения смотреть уроки на ютубе, изучать программы и практиковаться самостоятельно. Но, к сожалению, если у вас нет желания что-то делать, наличие ментора это не исправит. В онлайн-школе идет немножечко такой ускоренный темп в моем, по крайней мере, понимании. Сам я никогда не учился, обучались мои знакомые некоторые. В каждой онлайн-школе есть свое расписание и никто не будет тебя ждать просто потому, что у тебя не получается. У меня уже был опыт прохождения курсов. Каждый курс я проходила с какой-то определенной целью. Мне не хватало знаний по анатомии, я брала курс по анатомии. Мне не хватало знаний по какой-то технической части, я брала курс по этой технической части, ну и так далее. В какой-то момент я поняла, что у меня уже есть какая-то база, и, в принципе, мне нужно получать только фидбэк и вырабатывать уже то, что конкретно у меня никак не выходит. Для себя я определила несколько различий между школой и менторством. Это сроки. На курсах, как правило, сроки ограничены, а на менторстве срока нет. Сколько нужно занять, и конкретно тебе столько и занимаешься. Также на курсах, как правило, прописана уже программа. На менторстве ты приходишь с какой-то определенной проблемой, ты можешь принести хоть готовые модели и начать с момента ретопа. Либо начать с момента рендера, если на этом моменте есть какие-то проблемы. Ментор будет более финансово затратным, и обучение может идти у вас намного дольше. Ну, собственно, обучение будет идти столько, сколько вам понадобится. Но, возможно, вам понадобится больше, чем в онлайн-школе. Для меня ментор – это не преподаватель, а скорее наставник. И, наверное, это подходит тем, у кого уже есть какая-то база. Это эксперт, к которому ты приходишь с конкретной проблемой. Я вижу, что это плохо. Объясни, пожалуйста, почему это плохо и как мне это исправить. Если вы новичок, у вас есть деньги, и вы хотите быстро освоить необходимую базу, лучше приобрести какой-нибудь курс. Однако, скажу честно, проблема большинства онлайн-школ – это хреновая обратная связь. Не всегда, но зачастую. И если вам не повезло с этим, то как раз-таки в этом случае будет полезно найти своего личного ментора и обращаться к нему за подробным фидбэком и дополнительной информацией, которую, например, могли упустить в рамках курса. При выборе онлайн-школы в первую очередь обращайте внимание на отзывы к конкретному курсу, который вы рассматриваете. Онлайн-школа – лишь посредник между вами и автором материала. По большей части она отвечает за организационные моменты. Это, конечно, тоже немаловажно, и на это также стоит обращать внимание, но содержание курса и его подача полностью зависят от его автора. Ну, по крайней мере, в большей степени. В школах с низкими оценками иногда можно найти отличные курсы, так же, как и в школах с высокими, наткнуться на посредственный. Когда люди интересуются, может ли кто-нибудь порекомендовать ту или иную школу, это не совсем корректный вопрос. Просто потому, что один выпускник школы обучался на хорошем курсе, а другой на плохом. Кроме того, в рамках одного и того же курса могут произойти изменения. Например, меняются люди, которые отвечают за проверку заданий. Так что отзывы старайтесь искать свежие, ибо информация от старых потоков уже может быть не актуальна. Также упомяну, что когда я делаю рекламу каких-либо курсов, она носит исключительно информационный характер, а не рекомендательный. Я специально избегаю выражений вроде «рекомендую», «советую» и так далее. Ну, потому что я не могу проходить каждый годичный курс, чтобы давать какие-то рекомендации лично от себя. Максимум, что я могу сделать, это проинформировать, что вот, среди прочего, есть и такое. Конечно, перед тем, как брать какую-либо рекламу, я сам проверяю отзывы о предлагаемой услуге или товаре, дабы убедиться, что хорошие преобладают, и что это ни в коем случае не мошенничество. Однажды я отказал в рекламе одной, ну, довольно известной школе, потому что мне не понравились условия обучения, которые они предлагают своим ученикам. Хотя там было и много положительных отзывов от реальных студентов. Но вот лично мне не нравится такой подход, я считаю его деструктивным. О чем я, кстати, прямо сказал менеджеру, на что он заявил, мол, это все конкуренты, у нас все, все не так. Да в смысле, блин, не так, если вы сами прописали эти условия на своем сайте. Короче, к глубокому сожалению, идеальных онлайн-школ и идеальных курсов не существует. Везде есть какие-то проблемы, где-то больше, где-то меньше. В целом, как и с любой услугой или товаром. Если я сам чем-то воспользуюсь, мне это понравится, я это прорекламирую и искренне порекомендую, не факт, что это обязательно подойдет именно вам. У каждого свой опыт, свои критерии оценки, ожидания и запросы. Поэтому досконально проверяйте информацию, прежде чем что-либо приобретать. Выбор ментора задача еще более сложная. Опять же, если вы новичок. Крутаны, как правило, уже знают, к какому еще более крутому крутану они могут обратиться за помощью. Это вообще другая история. Конечно, можно найти услуги ментора на каких-нибудь досках объявлений. Но, на мой взгляд, хороший ментор – это в первую очередь человек, с которым вы на одной волне. Не только в профессиональном направлении, но и в общении. На самом деле, это даже не обязательно должен быть какой-то суперкрутой специалист. Человек с опытом – определенно. Но для освоения базы дорогостоящие консультации от известных сеньоров вам дадут не больше, чем консультации от уверенного мидла. И в то же время ментор должен, как минимум, знать все процессы и не учить плохому, давая рекомендации исключительно в рамках своей компетенции. Можно попробовать написать художникам на артстейшене, на которых вы подписаны. Возможно, кто-то из них заинтересуется. Однако помните, что у вас должен быть четко сформулированный запрос. Расскажите о себе, о своем опыте. Приложите работы, которые у вас есть. Распишите задачу, которую вы хотели бы решить при помощи ментора. И помните, что работа с ментором не может заменить вам самостоятельную практику. Ментор не может, например, научить вас скульптить. Он может показать вам основные принципы и подходы, наметить какие-то ориентиры или дать фидбэк на уже готовую работу. Но вы не должны сидеть с ним в дискорде во время того, как он скульптит, чтобы повторять за ним каждое действие. Некоторые предлагают такой формат, но лично мне кажется это крайне неэффективным. Это в принципе не работает, поскольку не учит вас анализировать, а платить за это... В качестве первого проекта мы выбрали дракона из игры Нордгард. На первый взгляд это выглядело очень легко и просто. Мы оба сошлись на мнении, что это будет замечательный вариант для начала. А потом мы столкнулись с жестокой реальностью. У него были достаточно сложные формы на передних лапах. Это было множество пластин, соединенных друг с другом, заходящих друг под друга, как-то пересекающихся. Здесь я немножечко снова застрял. Но в отличие от своего предыдущего опыта, не было такого, что я топтался на месте, что я не понимал вообще, что мне нужно делать, потому что здесь я действительно получал очень-очень много фидбэка. Буквально по каждому шагу Юра меня как-то направлял, подсказывал, в чем у меня проблемы. Он анализировал мои проблемы, вместе с ним анализировал свои проблемы и ошибки я. Изначально у меня не было знаний вообще даже о том, что такое силуэт, что нужно в него попасть, что нужно наметить какие-то ориентиры. И в самом начале у меня получилась вообще какая-то бесформенная масса, по большей части, которая только отдаленно напоминала того самого дракона. Вначале я слепил как умею, как могу, а дальше уже мы начали искать мои ошибки, исправлять их. В итоге у меня получилась достаточно хорошая работа, на мой взгляд. Конечно, я вижу даже сейчас на моей готовой работе определенные проблемы, но важно избегать излишнего перфекционизма, когда ты просто начинаешь до бесконечности дорабатывать модель. Ты постоянно начинаешь находить какие-то проблемы в ней и бесконечно начинаешь их исправлять. И с исправлением одной проблемы ты находишь еще две, с исправлением этих двух проблем ты находишь еще четыре и так далее. Важно найти для себя момент, на котором стоит остановиться. Я определенно вырос за эти полгода обучения. Я продолжаю развиваться и очень надеюсь стать в будущем опытным 3D-художником. Юрия пришла с определенными вопросами. Я хотела научиться делать нормально волосы плашками. У меня уже был какой-то опыт, но выглядело все не очень хорошо. Плюс хотела научиться делать стилизованные текстуры. Помимо этого я хотела решить еще некоторые проблемы в технической части, но и там еще куча всяких разных мелочей. Выбрала концерт я не просто так. У девушки на концепте была достаточно простая прическа. Плюс это была броня. Тут я могла показать какие-то свои проблемы при бейке. Ну и в плане текстуры она была не такой сложный. Хайполе мы сделали достаточно быстро. Одновременно с ритопом где-то я начала делать волосы. Я их сделала один раз, потом я их сделала еще раз, потом я переделала их еще раз, потом захотела выйти в окно. На самом деле постоянно что-то переделывать для меня это нормально. Если бы Юра сделал все за меня и просто показал, как это нужно, я бы ему сказала ага, и в принципе на следующий день я бы это успешно забыла. На бейке я тоже просидела немало. Там было много мелких деталей. И приходилось это все перепекать несколько раз. Текстуры я тоже переделывала несколько раз. Я показывала, как я это делала. Юра показывал, как это делают нормальные люди. В целом я довольна тем, что я сделала. Я бы на самом деле уже переделала, конечно, некоторые моменты, но я уже не могу. Я устала и я ухожу. Ссылки на ребят я дам в описании. По ним вы сможете ознакомиться с другими их работами и наблюдать за дальнейшим прогрессом. Также, пользуясь случаем, хочу пригласить вас в наш дискорд-сервер, который мы недавно создали. Я открыл лоупольную таверну, в которой мы потихоньку формируем классное комьюнити, привлекаем крутых и даже известных художников и планируем разные движухи. Уже сейчас мы проводим партии в ДНД, в которых вы можете принять участие. Все абсолютно бесплатно и в описании. Ну и напоследок расскажу о том, как я работал в онлайн-школе. На самом деле предложения о работе в различных школах поступали довольно часто. Однако я никогда не понимал перспектив развития для себя в этом направлении. В данную школу я пошел лишь по той причине, что ее руководители являются моими друзьями. И изначально мы рассматривали более интересные варианты сотрудничества, нежели просто разработка курса, который я буду вести в дальнейшем. Но, к сожалению, именно так все и получилось, что сильно меня разочаровало. Сама школа специализируется на графическом дизайне. Мой курс должен был стать базой для развития нового трехмерного направления. Увы, но в процессе приоритеты поменялись. Я разработал курс по ZBrush, в котором постарался охватить весь основной функционал программы, а также курировал проекты учеников, помогал с выбором концепта, давал фидбэк по скульптингу, полипейнту и рендеру. Однако, по мере прохождения уроков, я начал понимать, что для учеников этого слишком много, слишком сложно, и что самое грустное, им это все абсолютно не нужно. В принципе, для меня это стало очевидно еще в тот момент, когда мой материал стал одним из блоков базового курса по графическому дизайну. Пусть и необязательный для освоения, но тем не менее, никакого отношения к дизайну мой материал не имеет. Это решение было огромной организационной ошибкой, которая поставила крест на дальнейшем развитии данного направления. Ну, по крайней мере с моим участием, поскольку я очень расстроился тем, как все сложилось. Незадолго до этого я упоминал, что ведется разработка курса, скоро его можно будет приобрести, «Вау, как здорово!» Несколько лет назад еще обещал, и вот, наконец-таки. Но, как оказалось, его нельзя было приобрести отдельно. А к моменту, когда все-таки стало можно, спустя целых полгода, я уже настолько его упростил, что представлять подобный продукт своей аудитории было как-то неловко. Материал-то в целом хороший, я по-прежнему за него отвечаю, но в итоге он оказался рассчитан на другую целевую аудиторию. Аудиторию, которая хотела попробовать, пощупать, но не более того. И, тем не менее, я никого не виню, или стараюсь не винить. Возможно, где-то был и мой просчет, нужно было брать инициативу в свои руки. Но, да, была допущена ошибка, это факт. Были упущены большие перспективы как для меня, так и для самой школы. Мы это обсудили, ребята будут исправляться, тут я могу лишь выразить надежду и пожелать удачи. Касательно самого процесса обучения. Как я уже упоминал, это были заранее записанные лекции. В конце каждой давалось задание, после выполнения которого можно было переходить к следующему уроку. На проверку заданий мне давались сутки. В течение этого времени нужно было дать фидбэк, принять работу, либо отклонить, если ученику требовалось внести правки. Фидбэк мог быть как текстовый, так и в формате видео. Также в любой момент ученики могли обратиться ко мне в чате. За время работы, а также после общения с коллегами, как из данной школы, так и с преподавателями из других школ, для меня стало большим удивлением, что многие люди ничего не знают о профессии, на которую идут учиться. Более того, некоторые из них даже не являются уверенными пользователями ПК. Я лично наблюдал, как некоторые ученики вызывают мастера совета, чтобы тот установил им Венрар. А потом они спрашивали, как им пользоваться и что такое архив. И, судя по рассказам, такое пусть и крайне редко, но периодически случается в разных школах. А вот ситуации, когда люди гуглят, яндексят, не знаю, мейлрулят, поисковые запросы по типу «Скачать программу онлайн без вирусов, смс и регистрации на русском языке», к сожалению, происходит уже куда чаще. Не поймите неправильно, нет ничего стыдного в том, что ты не умеешь пользоваться компьютером. Сейчас, как и в 90-х, компьютер есть далеко не в каждом доме. Но не потому, что это роскошь, а потому, что многим он просто не нужен. Для повседневных задач вполне хватает смартфона. Но, когда мы говорим про IT-специальности, про дизайн, про 3D-графику, нужно иметь не то, что базовую компьютерную грамотность, нужно быть уверенным пользователем ПК, прежде чем выбирать подобную профессию и идти на какие-либо курсы. Я связываю это с довольно агрессивным и популистским маркетингом. В рекламе буквально каждой онлайн-школы лежат одни и те же тезисы. Это круто, это востребовано, это хорошо оплачивается. По данным умных сайтов, у женов оклад 80к. Месяц работы и отобьешь стоимость обучения. И с точки зрения бизнеса это абсолютно понятно. Бизнесу нужны продажи. Ты ведь не можешь в рекламной интеграции сказать, что да, профессия востребована, но востребованы только опытные специалисты. Для джунов работы нет. Что вам потребуется несколько лет упорной практики. И не факт, что после прохождения курса у вас будут все необходимые навыки. Просто потому, что вы к этому не предрасположены. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод и получайте скидку 10%. Ну, как-то не звучит. Так или иначе, покупать тот или иной курс или нет, это личное дело каждого. Кто-то подойдет к этому более осознанно. Кто-то же просто посмотрит рекламу и сделает не очень обдуманную покупку. Однако, дело в том, что я, как сотрудник онлайн-школы, не могу сказать такому человеку, слушай, ну, это явно не твое. И иногда это сильно напрягало. Особенно после индивидуального обучения. Все-таки тут человек приходит не ко мне. Человек приходит в школу, которая обязана оказать ему услугу. А я не могу отказаться с ним работать. Даже если не вижу не то что потенциала, а банальной заинтересованности. У меня тут спрашивали, было ли желание сорваться на кого-то из учеников. И, честно говоря, да. Вот тут да. Естественно, я бы ни в коем случае себе этого не позволил. Это какая-то крайняя степень непрофессионализма, но желание было. Когда человек раз за разом не понимал элементарные вещи. И связано это было как раз с отсутствием компьютерной грамотности. Мы еще условно программу не открыли, а там уже ворох проблем, который сопровождается чуть ли не наездами в твою сторону. И, естественно, виноват я, виновата школа, вы плохо учите, пойду напишу про вас плохой отзыв, верните деньги. И вообще вы все тут мошенники. Потому что я не умею пользоваться винраром. Ну, это такой собирательный образ всего того, что пару раз от силы, но было. Другой пример, уже конкретный, это когда девочка украла работу другой ученицы, испоганила ее и выдала за свою. В следующий раз она взяла модель из интернета, причем в формате под печать со соответствующей сеткой, и типа вот я все сделала. На мой жирный намек, мол, а вы точно ничего не перепутали? Она такая ой, действительно, не тот файл. следом буквально через полчаса мне прилетает непонятное месиво, которое, видимо, эти полчаса она и делала. Ну, зато точно сама, там прям видно было. в такие моменты я прекрасно понимаю чувства настоящих преподавателей. До этого я потратил несколько часов, чтобы дать этой девушке фидбэк на ее предыдущие задания, и уже не факт, что это были ее работы. После этого оказалось, что она была замечена за плагиатом при выполнении других блоков, и не очень понятно, зачем тогда она потратила свои деньги на обучение, и зачем теперь она тратит мое время. Если ей что-то было непонятно, если у нее что-то не получалось, то она могла напрямую мне об этом написать. Я тут именно для этого и нахожусь. А если она не хотела проходить именно мой блок, то она могла просто этого не делать. В целом, коммуникация с учениками это, пожалуй, главная проблема при таком формате обучения. Забавно, что до этого я наоборот жаловался на фиговую обратную связь в онлайн-школах. Ну, видимо, поэтому она и фиговая, потому что все не выдерживают, уходят, и на их место приходят те, кому в целом это по барабану. Зачастую тебе просто пишут «добрый день» и прикрепляют файл. Ты даешь фидбэк, за которым порой даже не следует никакой реакции. Ну, разве что через пару дней тебе снова пишут «добрый день» и прикрепляют уже исправленный файл. И тут абсолютно непонятно, насколько человек замотивирован, насколько ему интересно, какие у него цели, чем он руководствовался во время работы. Может, он не согласен с какими-то из моих предложений, и у него есть свой взгляд. Это же все можно и нужно обсуждать. Наверное, здесь не хватало каких-то общих созвонов, на которых можно было бы пообщаться и обсудить работы вживую. В некоторых школах это есть, но я не знаю, насколько это эффективно. Скорее, это было нужно именно мне, поскольку так мне проще работать, мне важен коннект с учениками. И как раз таки с теми, с кем он был, работать было безумно приятно и интересно. Именно у этих людей получались достойные модели. И это не столько моя заслуга, сколько заслуга самих авторов. Они в том числе самостоятельно искали много дополнительной информации, мы также ее обсуждали, и было видно, что человек действительно заинтересован. Это был ценный опыт. Нисколько не жалею, что на какой-то промежуток времени я слегка сменил вектор деятельности. Главное, не пожалеть об этом будущем, смотря на просмотры. Но, как я и предполагал, перспектив развития здесь не очень много. Наверное, в последнее время мне это даже слегка наскучило, поскольку в основном я преподавал базу, тогда как мне самому уже давно интересны более сложные вещи. Обучать кого-то это отличный способ структурировать и закрепить знания, которые у тебя уже есть. Но, пожалуй, сейчас мне вновь хотелось бы сконцентрироваться именно на своем обучении, изучать что-то новое и двигаться дальше. Я продолжу заниматься менторством с теми ребятами, с кем уже работал и работаю, но полноценно вернусь к этой деятельности сильно позже, когда смогу дать что-то новое. Ну, а данную работу вы, как всегда, сможете найти в моем телеграм-канале, группе ВК и прочим ссылкам в описании. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok